Вот, всем привет на канале FIMI, лаборатория математической логики. Я начну сразу с зрителями. Сегодня наша цель доказать нижнюю оценку на BPHP 20.L, 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 20.H. Значит, чего это за задача? И что такое BPHP? BPHP – это такая формула. Значит, у нас есть… Это на то, что ты ничего не шаришь? Нет. Это не нормально. Вот, теперь я… Теперь я зашарю. Вот. Значит, да, мы пытаемся доказать вероятность на коммуникационную сложность вот такой задачи. Значит, что это за задача? Просто задача – это задача по набору значений переменных на FIMI, не выпущенный код с непонимой формулы. Значит, а у нас будет задача к sort case. В общем, давайте я сначала расскажу, что это за формула у нас стоит в индексе. То есть, какой класс мы будем искать. Потому что у нас есть… Ну, вот, в данном случае 20,000 LG с 25,000 K строк. И… Ну, они из LB-ов состоят каждая. И мы хотим найти пару… Ну, не совсем, но наша формула кодирует такую, что у нас каждая пара строк с разными индексами не равна. Вот. Значит, эта штука кодируется тоже там… 2L… Ну, 2L… 2L… То есть, KnF. Вот. Ну, соответственно, это какая-то формула размера там от L в кубе и от L в кубе клозов. Ну, они все длины LV. Вот. Значит… И что такое XORK? Давайте я напомню. XORK – это, значит, следующее, что у нас такая коммуникационная задача, что у нас K участников, там, Алиса 1 и так далее, Алиса K. И каждый из них получает… Ну, не получает, а у каждого из них написана матрица значений всех переменных. Ну, матрица – это только… Потому что я просто… Просто написана какая-то подстановка. Они все эти подстановки XORK, то есть, на данном случае, у них включается какая-то матрица вот такая вот… И они смотрят, ну, вот какой класс формулы BPHP не выполнен на этой подстановке. Вот. Значит, хорошо. Мы будем, так кажется, на самом деле, проще. Мы будем искать… Мы не обязательно будем требовать, чтобы прямо нашли весь клост, мы просто попросим, например, сказать, какая пара строчек нарушена. Вот. То есть, мы не будем там требовать, чтобы нам прямо сказали, какой клост и KNF нарушен. Мы просто потребуем, чтобы там с точностью до пары рассказали и этим удовлетворим все. Вот. Хорошо. Значит, тогда как мы это все будем делать? Значит, давайте… Давайте я напомню, как мы доказывали вот такую оценку быстренько. sort2.search.pm и KNF2. Такое огромное количество нижних индексов. Значит, тогда что мы делали? Мы сказали, что как можно смотреть на переменные perfect matching это такая табличка N plus 2 на N. Вот. Давайте сведем disjoint к вот этой задаче. Ну, вот задача, что у нас есть две такие таблички, мы их факторили, и нам нужно найти нижних индексов с perfect matching вот этой формуле. Вот. Ну, давайте сразу скажем, что мы будем… Ну, вот у нас по whole disjointness… Ну, тут не N, а N34 примерно. Мы возьмем, сгендируем какие-то матрицы. Ну, пока давайте сделаем так. То есть вот… Алиса и Боб, они как бы смотрят на такую главную диагональ, ну, блочную нашей матрицы, и какие-то штуки вставляют сюда в зависимости от их битов. То есть вот здесь там стоит… Если там… У Алисы стоит что-то, если соответствующий бит равен нулю, и у Боба стоит что-то, если соответствующий бит равен нулю. При этом… Ну, вот это… У нас есть какие-то четыре функции… Четыре матрицы. A0, A1, B0, B1. И вот в каждую из этих ячеек Алиса ставит либо матрицу A0, если у нее соответствующий бит 0, либо матрицу A1, если у нее соответствующий бит 1. Вот. Ну, и мы так подбираем эти матрицы, чтобы у нас во всех случаях получалась перестановочная матрица, кроме случая A1 плюс B1. Вот. Но я не помню, как именно подбирать эти матрицы. Но вот A1, B1 – это… там получается вот такая матрица. Вот. Но у нас там про подбирание будет немножко проще. В BPHP в ком-то смысле. Сейчас… Правда, что сейчас это повторение то, что было в концепте? Да, это я просто… А оно нужно? Может быть, оно не нужно просто? Да нет, лучше повтори, если… Если… Да. Давай. Да, хорошо. Ну, значит, у нас получается, что когда мы проксорим вот каждый из этих блоков, у нас везде сет постановили, и мы пока вот выполняем в этих блоке. Ну, и, соответственно, у нас получается какая-нибудь перестановка, например, такая… во всех случаях, кроме того, что у нас две единички. Соответственно, если у нас здесь joint, у нас разом нулю, то есть у нас вот эти штуки издают какие-то дизюнтные множества, то у нас получится вот здесь вот перестановочная матрица. и, как бы, а сюда мы дописываем три единички, чтобы у нас… ну, разоматрица n-1 на n-1. Вот. Сюда мы дописываем три единички, ну, потому что у нас нет особенно выхода. Нам нужно сделать так, чтобы у нас была матрица n-2 на n-1. И нам хотелось бы, чтобы… Ну, да. И нам еще хочется, чтобы в каждой строке и в каждом слове было по единичку. Вот. Вот. Ну, это такая просто… Ну, не то, чтобы нам это обязательно делать, но вот мы… Вот. Тогда… Что можно сказать? Если у нас дисджойт был равен единичке, то есть у нас были дисджойтные множества, тогда нам точно наш протокол для вот этой задачи вернет какой-то коз чудо. Вот. Перестановочные… Если… И… Равно один… Вот. Окей? Да. Вот. Значит, хорошо. Но если у нас дисджойт нас равно нулю, то есть у нас есть какая-то совпадающая единичка, то у нас… Ну, да. В одной из этих хитей появляется вот такая вот матрица. Ну, это просто так подобрали вот эти вот константные матрицы, ну и там достаточно… ну, интуитивно понятно, что ну, можно такие матрицы подобрать. Ну, я не знаю, то есть не то, что прям суперинтуитивно понятно, но вот оказывается, что можно. У меня нету прямо такого очень внушительного логического объяснения, почему можно. Ну, кажется, что здесь у нас степень свободы достаточно большая, то есть и перестановочная матрица, ну, в смысле, перестановочная матрица будет достаточно легко и не перестановочная будет достаточно легко. Ну, в общем, не знаю. Вот. Короче. Что происходит дальше? Дальше у нас проблемы. То есть мы говорим, окей, отлично, у нас теперь есть какая-то вот такая ячейка, которая не перестановочная. И можно надеяться, что наш чудо-алгоритм, который ищет невыполненный класс, он нам найдет вот именно какой-нибудь противоречие в этой ячейке. И если он это сделает, мы точно можем заключить, что у нас дежурнантность была равна нулю. Если он нашел это противоречие. Вот. Но, с другой стороны, наш алгоритм может подумать и не запариваться с поиском какого-то ниркульного флоза вообще этой нашей матрицы и просто вернуть там тот же самый наш искусственно добавленный флоз, который мы вот этими тремя единичками создали. То есть он может вообще не смотреть на вот эту часть матрицы и сказать, ну и типа, фиксми, у меня тут есть три единички, давайте я их и буду использовать. Вот. Ну, с этим можно побороться благодаря тому, что вот как бы, если у нас есть вот такая подматрица, она выглядит как-то вот так. Например, тут три единички, тут три единички, тут нолик, тут нолик и здесь где-то есть этот счет три единички. И во всем столбце и во всех строчках нолики. Вот. Ну и мы можем посмотреть внимательно на вот эти три единички. На самом деле, вот они очень похожи на, ну то есть, грубо говоря, локальному наблюдателю кажется, что эти единички одинаковые. То есть у нас он видит только то, что в строчках с ними нолики одни, в столбце везде нолики кроме этих трех единичек. Вот. И, соответственно, вот здесь и здесь как бы они хоть похожи. Вот. Тогда это наводит такую мысль. Давайте просто перемешаем строчки и столбцы. И наш чудо-алгоритм в жизни не узнает, вот он нашел вот эти вот наши добавленные единички или вот эти красные, те, которые действительно говорят о том, что у нас все равно нолик. Вот. Такая вот интуиция, что на самом деле мы можем как сказать, что вот эти наши новые единички, они в некотором смысле, ну вот, неотличимы от всего остального. Вот. То есть, значит, как это можно формально сказать? Значит, вот пусть у нас там Алиса создает какую-то матрицу А в жизни, ну вот, зависящую от ее бидисджоинтности, и Боб создает какую-то матрицу Б, зависящую от его бидисджоинтности, вот, давайте они сделают следующее. Ну вот, вот это вот, просто вот это матрица. Давайте я скажу по-новому. Это просто вот без всякого перемешивания, просто они буквально вот сделают в ячейках, как заполняют, как, ну, согласно этим матрицам, ничего-то делают. Вот, давайте теперь... Ребю, а... Да. А действительно нужно прям так подробно сейчас повторять? Просто вы сейчас опять все время на это потратите? Прям совсем подробно, наверное, не нужно. Можно... Примерно идея понятна? Да, примерно идея понятна. Да, давайте я не буду. В общем, они что, они делают random shuffle всех строчек, и еще дополнительно, чтоб точно, они еще дописывают какие-то одинаковые случайные матрицы. Ну, это просто тоже будем делать, мы... То есть они к своим матрицам дописывают что-нибудь случайное одинаковое, и теперь совершенно невозможно понять, где биты боба, и, в общем, все становится случайно, и, значит, у нас никак наш враг не найдется вот именно вот эти синие три единички, которые нам так мешали. Вот. Ну и, собственно, план в том, чтобы повторить вот буквально ту же самую идею для бинарного принципа Dirichlet, для вот этой задачи. Ну, тут тоже попробовать как-то вот идею выполнимой формулы добить до слабой невыполнимой, вернее, сильной невыполнимой. Вот. Значит, так, давайте я скопирую. Прошу прощения, что так дергаю экран. Наверное, выглядит не очень. Вот. Так. Технологии. Технология меня не порадовала. Технология меня не порадовала. Технологии. Значит, вот. Значит, нам нужно найти вот, решить такую задачу. Вот. Значит, вернее, не решить такую задачу, а свести к ней disjointness. Ну, а теперь это будет, во-первых, будет unique disjointness, во-вторых, оно будет на k участников, ну, и тоже там будет, ну, там, n bit. Здесь n не встречается, но это будет что-то вроде два степени l, на самом деле, поменьше. Вот. Значит, ну, какой у нас будет опять план? Мы начнем с того, что давайте научимся доказывать, что сложно решать выполнимую версию задачи. Ну, что такое выполнимая версия задачи? Это вот есть у нас, значит, два степени l строчек из l bit, и нужно найти, и нужно сказать, правда ли, что они все различные или нет. То есть, вместо того, чтобы у нас точно был такой невыполнимый принцип, можно решать выполнимый. Вот. Ну, и давайте к такой задаче попробуем свести unique disjointness на k участников, ну, для какого-то n. Вот. Ну, можно, как бы, сказать, что, ну, да, значит, наш принцип, нам нужно придумать что-то похожее. То есть, нам нужно придумать какой-то гаджет маленький, ну, вот как у нас были эти матрицы, о которых я не сказал, что бы у нас, вот, ну, вот в случае disjointness на k участников, значит, у нас есть вот один бит всех участников, типа там, а первое it, а второе it, а третье it, ну, вот где вот это их input, то есть мы посмотрим на какой-то конкретный бит, и нам нужно вычислить, ну, как бы с помощью гаджета про bphp вычислить NAND, то есть штуку, которая выдает там различные строчки, если тут не все единички и не различные строчки, если у нас все единички. вот, ну, сейчас давайте чуть-чуть понять не скажу, значит, у нас опять, у нас опять вот такая матрица достанется каждому из участников, то есть каждый из участников получит вот такие матрицы L на 2 степени L, они их проксорят и будут интересоваться тем, правда ли все строчки получились различные или нет. Вот, и нам хочется сейчас K участников, и мы интересуемся тем, можем ли мы как-то вот сделать такой гаджет. Ну, оказывается, можем. Давайте разделим наши строчки на такие вот группки по 2 степени K строчек. Ну, у нас получится 2 степени L минус K группа. И давайте сделаем так, чтобы у нас группы были, ну, вот, между группами строчки были заведомо различные. Ну, как это сделать? Ну, можно просто там, в системе, ну, вот, отделить, например, последний K бит и там в первые вот L минус K бит записать как бы номер этой группы. Ну, вернее, сделать так, чтобы в кторе был записан номер этой группы. Например, всем участникам можно вот в эти первые биты написать просто нули, а по среднему участнику написать там номер группы. То есть, здесь там 0, там у второй группы написать 1, у третьей группы, ну, если я плохо видно, ну, в общем, написать просто номера всех групп, ну, вот, во всех, во всех вот строчках в первых L минус K битах каждой группы. Тогда получится, что у нас вот различность и неразличность будет зависеть от ксора вот каждых таких вот маленьких матриц K на два степняка. Вот. И, соответственно, задача сходится к следующей. Нам нужно как бы смоделировать NAND с помощью ксора вот таких вот матриц. То есть, конкретно нам нужно как бы придумать такую стратегию для каждого игрока, то есть придумать ему две типа, два типа матриц там. A и T от нуля, и A и T от единички, чтобы он просто вот, ну, в зависимости от своего бита на этом месте, ну, вот на месте с номером вот этого блока, он бы поставил вот соответствующую матрицу, и если все единички, то у них бы получилась какая-то матрица, где две строчки совпадают, а если что угодно другое, то получилось будет, ну, не перестановочная матрица в нормальном смысле, а такая матрица, в которой все строчки различны. То есть, например, для четырех элементов матрица, например, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Вот. Ну, и я не… мне не очень хочется, наверное, для больших K объяснять, как строить такой гаджет. Давайте построим для двух, это довольно просто. То есть теперь у нас есть две матрицы. Ну, впрочем, это было тоже совсем не тревожное. Ну, да, ну, вот, ну, Анастасия, Анастасия даже спрашивала, там, так что, наверное, наверное, 11 лет и помню, что это было, что это долго… Да, мы уже обсуждали даже это. Да, что помню. Ну, вот. Ну, для двух это довольно просто. Значит, ну, что нам нужно сделать? Значит, у нас есть Алиса, и у нас есть Боб, и нам нужно придумать матрицу для нуля для Алисы, и матрицу для единицки для Алисы, и матрицу для нуля Боба и единицки Боба. То есть нам нужно придумать четыре такие матрицы, чтобы у нас там, сор там, А1 и Б1, это была бы какая-то не перестановочная, ну, в нашем новом смысле перестановочная матрица, там, типа, там были бы, например, две строчки с нулями, ну и дальше чего-нибудь. А все остальные матрицы были бы перестановочные, в том смысле, что у них все строчки были бы различные. Вот. Ну, как это сделать? Значит, ну, во-первых, давайте заметим, что мы можем сказать, что, значит, вот, вот это Алиса, это Боб, это 0, это 1. Ну, давайте сначала скажем, что, например, Алиса в качестве нуля, для нуля всегда может возвращать ноль, почему бы и нет. Тогда Бобу для нуля нужно вернуть какую-то перестановочную матрицу, ну, пока мы еще ничего не зафиксировали, мы можем сказать, что, ну, давайте возьмем, там, типа, графически минимальную перестановочную матрицу, когда у нас получится вот такая штука, ну, вот, в трекслоре А0 и Б0 получится какая-то перестановочная матрица, то есть уже все неплохо. Вот. Тогда Алиса единичкой, ну, как она может превратить перестановочную матрицу в перестановочную? Например, она может так проксорить, чтобы вот эти два чувака поменялись местами. Ну, то есть, проксорить их с единичкой. С единичкой здесь поставить нули. Когда 1 плюс 0 у нас будет матрица, в которой там 1 и 2 поменялись местами, а вот эти остались на месте. Вот. Ну и нам нужно просто сделать так, чтобы, значит, вот такой, чтобы вот здесь тоже стояла какая-то перестановочная матрица у Боба, но при этом вот такой вот матрицы из единички здесь, он бы не приводил к успеху. Ну, для этого нужно просто сделать, чтобы, например, здесь стоял и 3, и 2, а здесь, там, не знаю, здесь, в принципе, что угодно, потому что она не меняется. Например, 1 и 0. Тогда вот, если мы проксорим с вот этой штукой, то у нас будет не перестановочная матрица, потому что у нас там будет 2 ныряных метров. И, а в случае вот с ссором с нулем, понятное дело, получится перестановочная матрица. Вот. Ну и там можно построить рекуррентную конструкцию, которая, там, примерно то же самое делает. Вот. И, ну, отдельно, то, что нам понадобится от этой конструкции более-менее единственное свойство, кроме того, что, ну, вот, такое свойство, что вот эта неперестановочная матрица, она у нас будет не просто неперестановочная, она у нас будет такая, то есть она, у нее весь первый столбец будет из нулей, ну, а здесь будет по два раза идти одни и те же биты, то есть сначала два раза ноль, потом два раза один записанный, там двоичный будет, потом два раза два, потом два раза три, ну и так далее. Вот. А, ну да, ну вот для двух на этом, в общем, доказательство заканчивается. Мы просто вот вставляем вот эти штуки вот, ну, вот наши вот эти вот сюда, и там, например, Алиса сюда, вот в остальные биты пишет нули, а Боб в остальные биты пишет номер блока. Тогда строчки между разными блоками точно не попадают, значит, у нас сейчас такие гаджеты для локальности. Вот. Ну и, собственно, в общем, у нас есть такой гаджет, такой набор матов для любых КАС, значит, мы можем с выполнимым случаем разобраться точно так же для всех КАС. Вот. Ну и, собственно, ну, какой у нас план? Ну, вот примерно так же. Теперь нам нужно сделать что-то с невыполнимым случаем, то есть у нас строчек больше, чем возможно значений, поэтому нужно в любом случае у нас что-то будет повторяться, и нам нужно как бы добавить какой-то лажи так, чтобы на нас не поймали жадку. Вот. Ну, какой у нас будет план? Значит, мы сделаем так. Мы возьмем и будем строить наши матрицы, ну, более-менее одинаковым способом, значит. Вот. Начало матрицы будет выглядеть точно так же абсолютно, как и вот в выполнимом случае. Если у нас будет 2 в степени L минус K минус один блок, вот он будет совершенно нормальный, значит. Мы просто вот точно так же, там один из участников выпишет здесь номер блока, ну, почти, потом мы немножко поменяем, а здесь мы будем вставлять вот эти вот гаджеты. Каждый участник ставит для своего бита соответствующую матрицу. И тогда у нас как бы, ну, вот в результате XOR у нас как бы в битах, которые, в которых есть ноль, у нас будет какая-то переставочная матрица, а в не более чем одном бите, поскольку у нас будет 1, у нас будет какая-то матрица, где все строчки встречаются по 2 раза. Вот. Хорошо. Значит, ну вот давайте, давайте теперь что-нибудь добавим так, чтобы у нас все стало, ну, нам нужно, чтобы у нас строчек было больше, чем 2 в степени речи со стоп-стоп, поэтому у нас пока получилось 2 в степени L минус 2 в степени K строчек. Значит, у нас осталось 2 умножить на 2 в степени K строчек, ну, давайте заполним так. Ну, вот, во-первых, у нас еще остался, у нас остался как бы один слот номера блок, который не используем. Ну, давайте его используем. Здесь поставим какие-то биты, которых еще не было здесь, то есть у нас вот от битов, как бы, такой выполнимой части, ну, не то, что выполнимой части, а вот такой части, которая не фейковая, а соответствующая джоэтность, у нас будут отличаться наши новые добавленные биты. Вот. А здесь просто вставим 2 раза вот эту матрицу. Давайте назовем ее KK. Ту матрицу, которая первая, первый столбец нолик, а дальше все, ну, не обязательно там подчеркивать, что первый столбец нолик, если у нас просто каждый, ну, например, ну да, первый столбец нолик, все числа встречаются по 2 раза. Поставим здесь KK и здесь KK. Вот. Ну и, собственно, здесь мы сталкиваемся с той же как бы проблемой, но нужно как-то это все рандомизировать. Здесь это, к сожалению, оказывается сильно сложнее, чем в случае Perfect Matching, потому что здесь у нас нет возможности рандомизировать столбцы как бы. То есть у нас, вот, если смотреть на это как на какую-то, ну, запись про сочетание, то вот в Perfect Matching мы могли как-то пошафлить столбцы достаточно произвольным образом, а здесь, вообще говоря, нет. Здесь у нас, ну, что у нас происходит? Мы как бы, мы можем пошафлить строчки, чтобы, ну, чтобы там никто не понял, что мы просто последних строчек читали. Но, к сожалению, вот применить какую, ну, как бы коллективно применить какую-то перестановку ко всем значениям строкам, то есть, ну, понятно, да, то есть мы можем переставить строчки матрицы все вместе, то есть как, ну, без коммуникации. Ну, вот если у нас есть, там, у Алисы, там, вот первая строчка, например, x1, у Алисы 2, там, строчка x2 и у Каты Алисы строчка xk. Вот, значит, и они хотят как бы применить какое-то преобразование к строке x1 плюс x2 плюс так далее и как. И вот в каком-то смысле вот в Perfect Messing мы могли просто любую перестановку применить вот этим, ну, к строчкам. Вот здесь уже это не так, то есть мы, ну, вот преобразование, которое мы можем так коллективно применить, ну, без коммуникации или с маленькой коммуникацией к сору строчек, которые там написаны на лбах у всех участников, их достаточно мало. Ну, может быть, это... У меня ничего не отключилось или у меня что-то отключилось? Ничего не отключилось, я обдумываю то, что ты сказал. Почему мы не можем пошафлить столбцы еще раз? Ну, это какое-то очень маленькое преобразование, да. Ну, то есть, ну, вот мы не можем сказать, что вот придумаем какую-то перестановку P из множества, там, 0,1 степени A произвольную и применим его к каждой строчке. То есть, если бы мы могли так сделать, у нас бы задача примерно в точности сделать бы perfect match. Ну, не совсем там, но нам бы было очень хорошо. А, ну, L это маленькая штука. Да, да, просто столбцы поперемешивать, это такое, типа, очень, ну, в смысле, слабое преобразование, потому что, ну, да, у нас всего L факториал вариантов, это меньше, чем L. Меньше, чем L. Ну, вот, ну, но, в общем, достаточно большой, хороший класс преобразований, который мы можем сделать, это замена базиса. То есть, мы можем, ну, не знаю, правильно это называть, заменой базис, ну, ну, такое применение, в общем, какого-нибудь линейного оператора. Его мы можем применить без коммуникации. То есть, если мы в каждой, ну, в каждой штуке применим просто какой-нибудь линейный оператор A, ну, я не знаю, я, наверное, слишком в таком, не знаю, тривиальном контексте я говорю линейный оператор. Ну, просто мы умножаем на какую-то матрицу булевую наши все строчки. Ну, нам нужно будет, чтобы она была обратимая. Ну, вот просто домножим все строчки на такую матрицу. Это там, типа, из матрицы у нас будет 0.1 степени L на L. и она будет обратимая. Вот. Ну, и такое можно произвести без коммуникации. То есть, мы можем взять случайную обратимую матрицу A и ко всем строчкам ее применить. Вот. Чем это нам поможет? Ну, это, правда, не все еще преобразования. Значит, давайте, ну, в общем, это будет наша главная фишка, что мы меняем, что мы применяем случайный базис. Тогда, как бы, наш враг, он не сможет, ну, он не поймет, когда мы перемешаем строчки и сменим базис, он, как бы, не поймет, к чему относятся вот эти строчки. Он не сможет, там, выбрать сразу, вот, сказать, ага, вот это, это ваши, значит, дополнительные строчки, я их и отвечу. То есть, для этого ему придется угадать, какая у нас была замена базиса, потому что у нас, ну, непонятно, куда смотреть. Вот. Но, в случае мы еще делаем еще одну штуку, мы берем, я не помню, нам нужно прямо это или нет, но вроде бы от этого становится немножко легче. Мы еще и номера блоков тоже шафлим. То есть, мы сначала, как бы, шафлим, что будет значить, что это первый блок, там, что будет соответствовать первому биту, что второму, что третьему, там, что четвертому, и что будет соответствовать вот этим вот, ну, что мы поставим в качестве красной звездочки, то есть, что мы будем, ну, использовать в фейковых значения, которые мы сами добавили. Вот. Такой вот примерный план. То есть, давайте я напишу рандомизацию. Сначала, чего мы делаем? Мы сначала домножаем, ну, домножаем, выбираем вот матрицу A, случайно обратимая матрица. Вот. Ну, и мы как бы мысленно домножаем все вот входы наших участников, каждую строчку, каждый участник всегда домножает на эту случайно обратимую матрицу. Вот. Потом, чего у нас происходит. Потом мы еще выбираем какую-то перестановку гамма, которая дает номера всем блокам и еще вот этой звездочке. Звездочка у нас одинаковая. То есть, в этом, как бы, наша основная, как бы, проблема. Если нам что-то разное получилось поставить, у нас был бы вполне случай, но вот у нас для звездочки у нас все одинаковая. То есть, у нас будет перестановка из 2 в степени L минус K минус 1 объединить со звездочкой, ну, и обратно, там, что-то от нуля до, там, ну, вернее, просто 0,1 в степени L минус K. Мы каждый, каждый и каждый вот такой вот, каждому блоку сопоставим, какие у него будут биты. Вот первые. Вот. Ну, потом мы перепорядочим строчки. И, наконец, в завершении мы сделаем то же самое, что делали, как в прошлый раз. Так, мы проксорим, мы выберем какие-нибудь матрицы с суммой 0, там, дельта 1, дельта 2 и так далее, дельта K. Ну, вот просто такие же матрицы, такого же размера у нас здесь. Там они, там, с 20 в степени L плюс 20 в степени K на L. И просто, ну, так, выберем так, чтобы у них сумма была 0. Наливаем матрицы. И просто каждый участник как к себе прибавит эту матрицу соответствующую. И у нас получится так, что теперь же ничего, если мы там что-то делали не симметрично для участников, это, как бы, потеряет. Вот. То есть, можно за это не волноваться теперь. Так. Ну, да. Ну, это куча, куча всякой рандомизации мы просто сделали, но пока непонятно зачем. Или понятно. Подожди. Да. Так, еще раз. Второй пункт – это что? Это мы переставляем номера или где-то? Ну, вот мы говорим, что, ну, то есть, так, как я предлагал просто сказать, это нулевой блок, это первый блок. И поставить здесь просто все строчки, ну, там, 0 доишней записи поставить здесь. И там в конце здесь поставить, там, например, можно было 2 в степени L минус K минус 1. Вот здесь можно было поставить 2 в степени L минус K минус 1. Здесь не записано. Все единички. Напомни, что такое звездочка? Я забыла. Ну, просто звездочка. Это я. А, ну, звездочку, как бы, мы поставим сюда. То есть, вот у нас это гамма, это такая случайная перестановка вот отсюда сюда. И вот она что-то поставила звездочки. Ну, мы поставим это вот в те места, где мы добавили фальшивые строчки. Сейчас. А что ты добавляешь вместо звездочки? Ну, то есть, что такое на самом деле эта звездочка? Фальшивые строчки? Ну, вот, ну, это, как бы, наша, у нас такая звездочка проблема. У нас строчек слишком мало. То есть, мы сказали, вот у нас дизжой нас было на строльких. И нам надо добавить еще 2 в степени L плюс 1 строчек. И теперь нам нужно, ну, сделать так, чтобы эти строчки не конфликтовали с остальными блоками желательно. То есть, ну, только между собой. Вот. Для этого мы ставим сюда вот какие-то биты, которые, там, не совпадают ни с одними вот этими начальными битами других блоков, но одинаковые. Хорошо, окей. Во все вот эти 2 страника в один блок мы ставим одни и те же начальные биты. Вот. Ну и вот гамма, она служит тому, что просто, чтобы, там, не говорить, что мы каждый раз ставим вот именно вот эти биты, а не другие, там, типа, все единички, а просто сказать, что, ну, вот у нас какая-то случайная перестановка, которую мы переставили. Я, на самом деле, не уверен, что это необходимо. То есть, точно нужно как-то случайно выбирать то, что мы даем вот фальшивым битам, но там прямо запариваться по остальные биты не имеет особого, наверное, возможно смысла, потому что мы все равно используем эту чудо-матрицу A. Ну, anyway. Так, четвертый пункт, понятно. А третий? Что в третьем происходит? Это мы просто переставляем строчки матрицы. Переставляем строчки матрицы. Хорошо. Вот. Ну, кажется, это все происходит немножко в странном порядке. То есть, сначала мы применяем гамму, строим вот эту матрицу без того, чтобы там что-то менять, потом все строчки донажаем на A. То есть, в общем, это первое, как бы, что мы делаем. Это второе. Потом мы все перемешиваем по одной и той же перестановке все строчки, а потом еще докториваем так, чтобы у нас все размазалось по всем участникам. Вот. Такой вот план. Значит, почему он хороший? Значит, ну, он более-менее по тому же самому принципу хороший. Что значит, если у нас наш, как бы, плохой алгоритм нашел нам строчки, которые мы специально добавили, то мы можем сказать, ага, вот ты нашел такие строчки, а мы так поменяем, значит, сейчас, это немножко похожее. Но вот можно смотреть на это так, что вот мы, как бы, как участники, вот придумали вот все это, и это, в каком-то смысле, наш шифр. И мы вот так зашифровали наш, как бы, input disjoint, и у нас получились какие-то матрицы. Вот. И мы скормили их нашему алгоритму, который что-то ищет. И этот алгоритм только нам говорит, значит, вот вам ваши две совпадающие строчки, там, это были строчки x и y. Вот. Но... И нам так может не повезти, то есть, наша проблематичная ситуация, когда эти строчки x и y, они на самом деле просто, ну, вот те строчки, которые мы сами руками добавили. То есть, у нас не получилось никакой информации по динамике. Вот. И нам хочется сказать, значит, окей, значит, вот так произошло для вот наших случайных параметров, там, гамма, вот, ну, ой, гамма, там, pi, a и дельта. Вот так произошла вот такая нехорошая ситуация, что нам вернули вот эти вот две строчки. Давайте сделаем так. Давайте придумаем какое-то хитрое преобразование, которое вот переведет эти параметры, там, какой-то гамма-штрих, q-штрих, a-штрих, дельта, там, вектор-штрих, так, чтобы теперь, значит, эти строчки вот, ну, так переведешь, что у нас по этим случайным параметрам получаются ровно те же самые матрицы. То есть, вот матрицы, которые у нас будут, они не будут отличаться. То есть, здесь у нас получились какие-то матрицы, там, a1, далее, там, a, k, и здесь получатся те же самые. Вот. Но при этом у нас какие-то другие параметры. Но теперь у нас изменился смысл наших строчек x, y. И теперь вот эти строчки x, y нам, ну, протокол должен с большой вероятностью вернуть то же самое. То есть, он нам здесь сказал, что вот сор строчки номер x совпадает с сором строчек номер y. Вот. То он нам то же самое вернется здесь. Ну, с большой вероятностью, по крайней мере, он должен все консистентно возвращать. Ну, или мы можем там так поменять протокол, чтобы он консистентно нам возвращал. Вот. Значит, мы говорим, что вот для таких вот параметров других, как бы, эти строчки x, y, эти номера, они соответствуют не фейковым строчкам, которые мы добавили раньше, а теперь уже каким-то реальным строчкам, которые у нас соответствуют вот, ну, биту единичек в этих джоинтах. Вот. Такой примерно план. Ну, нам не совсем даст его выплатить, но почти. Ну, в достаточной степени, чтобы это сработало. Ну, как? Да, нормально все. Замечательно. Вот. То есть, хорошо. Значит, тогда чего мы будем сейчас делать? Значит, давайте нарисуем картинку, как это должно все выглядеть. То есть, на самом деле, давайте сначала вот как бы избавимся от всех вот этих фандомизаций и перейдем, типа, к более простой задаче. То есть, ну, вот нам нужно придумать какое-то преобразование такое, чтобы оно переводило наши параметры в какие-то другие параметры. Ну, какими свойствами оно должно обладать? Желательно, чтобы оно было инъективным. То есть, для параметров, которые как бы дают плохой результат, оно должно инъективно переводить их в параметры, которые дают хороший результат. То есть, что у нас есть какая-то вот область параметров, которая плохая. И нам нужно вот придумать это чудо преобразование, вот, которое вот эта стрелочка, чтобы оно из хорошего делало плохое, ой, наоборот, из плохого делало хорошее. Вот. И чтобы при этом преобразовании еще и сохранялось вот как бы то, какие матрицы мы получаем вот такими перемешиваниями, которые делается преобразование. Вот. Хорошо. Значит, ну, у нас к сожалению, вот прям так не получится. У нас получится чуть хуже. У нас получится сделать два преобразования. То есть, у нас вот одно преобразование будет другое. То есть, у нас в каждой точке будут две стрелочки. Вот. И иногда будет так случаться, что, так, не бывает ничего, кроме хорошего и плохого. Ничего среднего не существует. Только вот, может быть, либо вот так вот. Но еще иногда будут случаться неприятные ситуации, когда у нас одна стрелочка будет попадать в хорошее, другая – в плохое. Но самое главное, что у нас никогда не бывает такого, что две стрелочки попадаются в плохое. Вот. Ну, тогда, значит, если у нас есть такое, ну, два таких эффективных преобразования альфа и бета, таких, что у нас вот для каждой точки хотя бы одна из стрелочек в альфа и в бета, она ведет в хорошее, значит, у нас хорошее, ну, размер хорошего, он не меньше, чем размер плохого пополам. Вот. Ну, логично, да, потому что у нас там, там, типа, в каждую точку можно ввести не больше, чем две стрелочки. И хотя бы, ну, из каждой точки можно выделить хотя бы одну стрелочку, которая идет в хорошее. То есть у нас есть такое преобразование, которое склеивает не больше, чем… ну, то есть, можем, альфа и бета делать такое преобразование, которое склеивает не больше, чем по две точки и которые плохого делать хорошего. Вот. Ну, значит, хорошее достаточно большое. Ну, и это все, что нам нужно, по сути. Ну, и вот здесь единственное, как бы, такое руководство происходит в том смысле, что здесь мы говорим, ага, наш протокол точно возвращает вот то же самое, когда мы, ну, когда у нас те же самые матрицы. Вообще, как говорят, этот протокол, конечно, рандомизированный, и черт его знает, там, чего он там возвращает, но мы сделаем так, чтобы у нас протокол возвращал одно и то же правильное значение с вероятностью очень большой. То есть мы там его очень много раз запустим, и он нам всегда будет консистентно выдавать одно и то же. Ну, там, с маленькой, там, с вероятностью односотой, он будет делать что-то странное, и мы забьем на эту односотую и, типа, вычтем его отсюда. То есть у нас итоговая вероятность будет вот, ну, одна третья, которая следует за оценки на плохое минус, вернее, хорошее, будет размеры не меньше одна третья, там минус односотая. Вот. То есть вот, ну, да. Хорошо. Ну, значит, теперь, значит, нам осталось придумать, как вот сделать такие преобразования. Значит, ну, они у нас будут большей частью про базис и про гамму. То есть мы будем переставлять, ну, во-первых, менять базис и как-то переставлять местами блоки, ну, так, чтобы у нас, вот, ну, как, значит, у нас ситуация выглядит. Можно это нарисовать так геометрически. То есть у нас сейчас нужно, наверное, сказать еще, да, еще одна мысль. Значит, нас, после того, как мы переставили строки, нас интересует большей частью, как бы, такая раскраска куба 2 в степени L. Вот, после того, как мы переставили строки, у нас, на самом деле, нам неважно, как бы, где, ну, у нас нет такой перестановки, которая вот кодируется табличкой, у нас есть только информация, сколько раз каждая строчка встречается в этой табличке. То есть фактически у нас есть вот такой вот бинарный куб и на каждой точке написана цифра. Это либо, и, ну, у нас так все устроено, что это либо 0, либо 1, либо 2. То есть у нас каждая строчка встречается либо 0 раз, либо 1 раз, либо 2 раз. Ну, большинство вот этих блоков это перестановка. Вот это вот дополнительно, дополненная нами вот штуковина. Это вот один маленький кубик, то есть вот кубик 0,1 в степени L можно представлять, как такой вот у нас есть вот вектор. Вот это вот пространство размер L минус K и у него в каждой точке на него натянут кубик в размерности K. Такая вот штука. Вот. И, значит, как вот выглядит то, что мы добавили новое вот в этом геометрическом смысле? Это мы взяли такой кубик и везде у нас там стоят двойки. Ну, это потому что у нас такая замечательная, значит, такая замечательная штуковина, потому что мы поставили, ну, вернее, нет, у нас ничего замечательного нет, мы сами так поставили, что просто каждая строчка встречается два раза в каком-то конкретном кубике. Вот. Вот. Значит, а, да, ну, вот кубики, которые соответствуют битам джойна, из которых нет пересечения, они выглядят как все единички. А кубики, где, ну, вот единственный кубик, где произошло что, где произошло пересечение всех множеств, то есть у нас все единички, он будет выглядеть, ну, вот такое вот у нас замечательное свойство нашего преобразования, что он будет выглядеть так, сейчас на нижней плоскости будут все двойки, а на верхней будут все нолики. Вот. Вот. А нам, кстати, важно, что мы сводим именно unique disjointness? Вот, да. Ну, то есть, к сожалению, ну, не знаю, Дмитрий Михайлович говорит, что можно что-нибудь сделать из disjointness, но я, ну, у нас сразу там вот, ну, вот сейчас будет видно, почему нам важно именно unique, потому что, ну, потому что у нас все остальные кубики это единички, то есть на них, ну, то есть дальше у нас будет какая тема, мы будем как-то преобразовывать базис так, чтобы у нас ночь кубики там вот с двоечками и ноликами они как-то перемешались наоборот, то есть чтобы там наш новый вот кубик, в котором x равно y, в котором вот эти строчки x, y, он бы превратился, ну, вот в кубик, где сверху нолики, а снизу двоечки, а фейковый кубик, который с двоечками, и он бы там как-то шел в другое место, где нигде не x вот такая вот идея. Ну, и мы будем как-то менять базис для этого, то есть мы там как-то сделаем так, чтобы у нас по-другому там стояли вот эти векторы, и у нас эти кубики поменяются местами, а все остальные кубики, они тоже как-то странным образом поменяются местами, но мы, нам будет на это наплевать, потому что там все единички, и у нас вот там как бы кубики вот с нольками, двойками, они как-то поменялись местами между собой, правильно, ну вот за этим мы будем аккуратно следить, чтобы у нас все получилось, а остальные кубики, но они тоже как-то поменяются местами между собой, но нам на них будет наплевать, потому что в них все единички, и мы за этим вообще следить не будем и не очень хотим, вот. И, значит, если бы у нас было не unique disjoints, а просто disjoints, там было бы еще больше вот кубиков такого типа, которые соответствуют всем единичкам в одном месте, и нам бы было, нам пришлось за ними как-то следить, потому что у нас там могли, не дай бог, смешаться нолики и единички, это бы сразу как бы можно было бы почуять бред, и, в общем, ну вообще не хотелось бы нам с помощью. Вот, поэтому нам очень хочется, чтобы это был unique disjoints, но, слава богу, для него оценки все еще довольно сильные. Вот, такая вот штука. Ну вот, значит, здесь вот этот вот вектор, он соответствует какому-то пространству размера с t-k, который вот натянутся на первые l-k векторов нашего базиса, которые соответствуют матрице a. А вот эти кубики, они натянуты на k векторов, которые соответствуют чему? Которые соответствуют последним k векторам базиса. Вот, ну и один из векторов у нас как бы он в каком смысле особенный, мне не хватает того, чтобы его, давайте, розовый, вот этот вот розовый вектор, он, вот его особенность в том, что вот в кубике, который соответствует всем единичкам в disjoints, он ортогонален вот плоскостям одинаковости. То есть он ортогонален вот этой плоскости ноликов и плоскость двоечек. Я хочу только сказать, что красный на черном совсем незаметно выглядит. Как выглядит? Красный на черном я едва могу различить. Все остальное вроде бы видно. А, ой, прикол. Для меня это, кстати, достаточно. А чем его заменить? Не знаю. Ну, если Анастасии видно, то можно менять. Ну, мне вроде видно. Не, ну, если присматриваться, то можно, конечно, увидеть. Примерно около конца стрельба. Хм, прикольно. Для меня просто это почти... То есть для меня все остальные цвета выглядят менее... Ну, ладно, окей. Давайте я буду тогда раз меньше красным использовать. Ну, вот у меня теперь есть розовый, ладно. Я его хотел зарегистрировать для этого вектора. Особенность этого вектора, она вот в том, что он как раз отличается от всех остальных секторов из последней части базиса, которая относится к маленьким кубикам. Ну, вот его особенность в том, что он нолики отвечает от двоечек. Вот. Значит, ну и в чем будет наш план? Наш план будет в том, чтобы немного поменять векторы так, чтобы у нас теперь все стало наоборот. Значит, давайте я напомню, какая у нас ситуация. Значит, у нас... Мы конфиксировали какой-то вид джойт, в котором у нас единичка. То есть такой вид пересечения. И нашли вот точку, не знаю, как ее назвать, L, например, которая соответствует тому... Нет, L было, извиняюсь. Как ее назвать? Z. Давайте я назвал ее Z. Вот эта точка Z – это точка, которая соответствует вот той, ну там, гамма там отбитой пересечения. Это просто вот тот, тот вектор, который, ну, еще умножить на матрицу A. Ну, потому что мы поменяли, поменяли больше. Вот. Ну, неважно. Ну, это, ну, морально – это вот та точка, которая соответствует кубику, соответствующему единичному биту джойт. Вот. Ну и там, скажем, что вот эта точка – это, не знаю, W. Точка, которая соответствует фейковому кубику. Вот. И, значит, ну, вот что у нас произошло вот с этими вот нашими изначальными параметрами – гамма, P, A и дельта с вектором? У нас случилось так, что мы выдали строчки X, Y. И они оказались равны, действительно, но они соответствовали вот чему-то в этом кубике с двойками, который соответствует W. Ну, давайте, не знаю, я нарисую где-нибудь точку. Давайте я нарисую вот, ну, вот что, вот X, Y. Они оказались равны вот вектору, который соответствует этой точке. Вот. Вот этому здесь большой зеленой точке. Вот. И, значит, что мы будем делать? Мы скажем, окей, давайте поменяем badges так, чтобы теперь у нас вот фейковый кубик сместился из вот этой полоски. т.е. он вышел из вот этой плоскости двоек и превратился в такую штуку. Так, сейчас. Несу каким-то новым свежим цветом. Надеюсь, он будет таким, ну, таким, вот, светло-желтым, например. Значит, мы скажем, давайте поменяем badges так, чтобы у нас теперь новый фейковый кубик был вот такой. Возьмем так и объединим вот эти две плоскости в новый фейковый кубик, состоящий из всех двоек. Ну, и заодно поменяем там, ну, и даже здесь нам, вот, я удачно подобрал случай, что нам даже не надо менять гамма, ну, потому что у нас W здесь, и теперь мы просто поменяли там, ну, вот этот, на самом деле, розовый вектор. Мы поменяли, теперь у нас будет новый розовый вектор, это вот такой вот. Мне вот, вот это вот, мне, кстати, плохо видно. Ну, такой фиолетовый, скорее всего. Вот. И тогда у нас вот зеленая штука, она кажется не в фейковом кубике, она как раз окажется в кубике, который соответствует игру биту дисджоинт, по-моему. Наверное, я не знаю, нарисую вот этот кубик зеленый, синий. Вот. То есть от нашей смены базиса как бы поменялся смысл наших вот этих вот вещей, и получилось так, что у нас теперь зеленая точка, она находится не в нигде, не в... В том, что мы... В том, что мы... Не в том, что мы ищем, нет, в том, что мы ищем. В том, что мы ищем, да. Да, да, то есть он будет как раз, как раз... Получится, что мы вот... Ну, потому что мы как бы... Мы это делаем сознанием того, где у нас на самом деле скрывается вот гид пересечения, поэтому у нас получится так, что на этом инфуте наш алгоритм найдет правильный ответ. Вот. Ну, нам еще нужно там правильным образом подвинуть точку, которая соответствует гамме от и вот в это место, например. Ну, для этого мы поменяем там правильным образом один из базисов, ну, вот один из векторов базиса вот этого пространства, чтобы... Да, чтобы вот эта точка там оказалась. Ну, не важно даже, что это, какая-нибудь просто из точек этого кубика, чтобы она оказалась в правильном месте. Вот. Ну, для этого, видимо, просто нужно к какому-нибудь вектору прибавить вот этот, вот старый розовый вектор, и тогда, ну, вот базис вот этого пространства, и тогда оно как бы сдвинется, ну, вернее, тогда в нем будет эта точка. То есть оно как бы не сдвинется, а скорее наклонится сюда. Вот. Ну, и там вот эта точка там тоже окажется, потому что, ну, можно вообще так собрать, чтобы обе точки оказались внутри вот нашего вот этого пространства. Вот. Ну, и там еще есть чуть-чуть другой случай, когда у нас зеленая точка оказывается как бы... Ну, чтобы в ее разложении в базис нет розового вектора, то есть она с коэффициентом 0. То есть она может показаться, например, вот здесь вот. Ну, тогда нужно делать как бы примерно то же самое, тоже просто проводить, ну, вот скрещивать вот эту соответствующую плоскость соответствующей нулевой плоскостью, и, ну, и там делать новый фейковый кубик из оставшихся плоскостей в плойку. То есть, ну, менять баджес так, чтобы вот, ну, из этих двух, ну, вот из этих двух кубиков как бы так шафлить вот эти плоскости, чтобы у нас они обрели новый смысл. Вот. Ну, я не знаю, реально это и проблема или нет, но в некоторых случаях, когда у нас неудачное разложение вот точек WZ вот в базисе вот этого пространства, у нас получается так, что что-то оно там плохо делается, и у нас получаются какие-то труднообратимые преобразования. Ну, то есть не очевидно, что они не объекции, но их почему-то сложно это понять. Ну, и поэтому мы там отменяем, ну, отметаем там некоторую долю вероятности того, что у нас там как-то неудачно сложилась ситуация с вот этими векторами, и в этом случае просто говорим, ой, что-то все пошло не так, давайте как бы не будем ничего делать, просто там скажем, что с этими битами совсем все плохо, и не будем из них никаких стрелочек проводить. То есть у нас вот часть вот этого беда, она откалывается, она там совсем плохая, то есть из них мы никаких стрелочек не проводим, ничего не делаем, поэтому здесь получается там бед минус вот эта красная часть, которая дельта, и у нас, ну, из всего остального у нас получается все провести, и из этого все еще следует процентная вероятность, которая нам была нужна. вот, ну, на самом деле все, то есть там, ну, вот я, конечно, проглотил, то есть тут все-таки есть техническая работа с тем, чтобы, ну, понять там, как эти, что значит, что мы там кубик поменяли, кубик переделали, но, в принципе, ну, это единственная техническая часть, которая есть, вот. Ну, и, видимо, более-менее даже все. Кубики меня, конечно, немножко поставили в ступор, хотя картинка красивая. Так. Хорошо, значит, я, наверное, слишком быстро к ним перешел, но я могу, я могу повторить, в принципе, еще... Давай, давай вернемся к тому, что мы добиваемся этими кубиками, вот про bad and good. Да, о чем мы добиваемся этими кубиками? Значит, у нас есть... Вот мы рассматриваем такую ситуацию. Вот у нас какие-то случайные биты привели нас к провалу. То есть там вернули какие-то строчки, которые фейковые, которые мы сами добавили. Именно такие вот неудача. Значит... Мы... Да, я, наверное, мне кажется, что я очень... Я, видимо, слишком много всего проживал, и, по-моему, я уже сказал чуть-чуть хрень. Да, вообще-то отлично, что красиво. Я сейчас все... Я сейчас еще раз скажу, и, наверное, будет понятнее. Сейчас вот эти кубики умерзую заново. Ну, сначала... Выглядит угрыжающе. Ну, это будет... Я буду, может быть, менее подробно, но... Так, вот. Значит, еще раз. Значит, что у нас такое произошло? Нам вернули какие-то строчки, которые мы сами добавили. То есть из вот этого конца. Мы говорим, окей, значит, пусть значение этих строчек будет s. Ну, у нас вернули строчки с одним и тем же значением. Ну, вот. Позначим его за f. И теперь мы скажем. Значит, мы сделаем два таких преобразования, альфа и бета. Что для одного из этих преобразований теперь s будет... Ну, вот, x и y, они будут строчками, соответствующими настоящему попадению в disjoint. Если такого нет, то как бы и ладно. Тогда у нас эти преобразования не будут работать. Но в этом случае, в принципе, нормально. Потому что у нас никогда нет ложно-отрицательных результатов. То есть мы никогда не говорим, что у нас множество пересекаются все. Когда они, на самом деле, не пересекаются. Потому что у нас, ну, как бы, явно должен быть для этого свидетель. И мы, в принципе, знаем, какие у нас строчки фейковые. То есть, честно, нам вернули фейковый x и бек. Мы поняли, что облажали. Вот, поэтому мы разбираем такой случай, когда у нас на самом деле все-таки disjoint места нет. То есть у нас есть вот бит пересечения, и мы хотим его найти. И мы делаем два преобразования. То есть мы говорим, вот, зафиксируем этот бит. То есть мы, как бы, как создатели преобразований, мы знаем, что у нас вот бит и это бит пересечения. И мы создадим два таких преобразования, что для каждой вот этой точки вот этих альфа, там, pi, a и дельта у нас вот то, что мы со штрихом сделаем, ну, и там, с двумя штрихами, в одном из случаев у нас все будет хорошо. Поэтому вот если посмотреть на вот вероятностное пространство, вот, ну, наших вот этих вот рандомизаций, у нас есть какая-то вот это вот множество плохих вот исходов, когда у нас оказалось так, что наше вот это s принадлежит фейковому кубу. А, да, вот, ну, здесь, наверное, понятно, откуда берется куб, потому что, на самом деле, сами номера строчек x, y никакого значения не имеют, кроме того, что, ну, они описывают, как у нас pi себя повела, в принципе, не очень важно. А важно, какое значение они принимают. И вот эти вот добавленные нами строчки, они добавляют два степеника значений, каждый из которых встречается по два раза. Вот. И отсюда берутся эти кубы. Значит, мы говорим, что давайте просто на каждой точке множество 0,1 степени L напишем, сколько раз она встречается как значение строчки к ссору вот наших матриц. И поскольку мы делаем вот это перемешивание, нам, в принципе, не важно, что, ну, в смысле, что-то еще, кроме вот этого вот, вот такой вот функции. Вот. Вот это, ну, это, наверное, мысль, которую я наименее понятно сказал. Сейчас, 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 сейчас. Я понимаю, по сути, что сейчас должно произойти. То есть, мы должны сказать, что у нас, на самом деле, противоречия фейковые и нефейковые с точки зрения протокола никак не отличаются. Поэтому мы их выберем с одинаковой вероятностью. Вот. Ну, да, что уж, да, да. Я пока еще не поняла, как мы этого добиваемся и какую роль здесь играют альфа и бета. Альфа и бета, они как-то участвуют в рандомизированном сведении или это просто какие-то? Нет, это вот, то есть, протокол мы описали. Ну, вернее, я его как-то криво описал, но протокол заключается просто в том, что мы это пропускаем. Если у нас вернулись строчки из фейка, мы такие, ну, ладно, наверное, диджойт нас равен единичке, все не пересекает. А если нам вернули, ну, чего-то, что не из фейка, то есть, что мы не сами добавили, мы такие говорим, о, класс, мы начали диджойт. Это весь протокол, вот так. О, а альфа и бета тогда какой смысл несут? Альфа и бета, это вот наши, ну, это просто наши, как мы, то, как мы рассуждаем, мы говорим, то есть, давайте рассмотрим вот вероятность на пространство на вот этих вот ребятах. Да. Альфи там, ну, и у нас будет какое-то вот, ну, и рассмотрим те ситуации, когда у нас все плохо пошло. Угу. Когда у нас, нам что-то вернулось из нашего вот этого вот запретного множества. Мы скажем, окей, давайте придумаем такую, ну, вот, то есть, альфа, это будет просто какое-то инъективное отображение между нашими этими вот штуковинами, которые будут обладать главным свойством, что оно при отображении альфа не меняются матрицы, которые у нас получаются. Ага. То есть, вот у нас, ну, у нас так работает, что у нас есть вот эти вот рандомизационные штуки, и мы как-то по ним и инпутом всех участников генерируем матрицу. Ну, инпуты всех участников у нас фиксированы, и, ну, и поэтому мы можем еще фиксировать и пользоваться им в состоянии нашего преобразования. Ага. То есть, по сути, это один и тот же вход в каком-то смысле? Да. Ну, мы меняем его смысл, как бы, с помощью вот этих наших, как бы, то есть, у нас есть, как бы, типа, секретный ключ к входу, что ли. А бета как работает? А бета точно так же, просто у нас не получается построить прямо, вот, если у нас было одно преобразование, которое бы прямо из хорошего в плохое, тогда бы у нас получилось просто сказать, что вероятность, ну, не хуже, чем одна вторая. Угу. Ну, и инъективное, в принципе, преобразование. А здесь у нас, как бы, ну, не получается делать одно преобразование, но мы делаем два таких, что хотя бы одно работает. Хотя бы одно нас вытаскивает из плохого и до хорошего. Ага. Супер. Я думаю, я готова перейти к кубикам. Вот. Хорошо, отлично. Значит, теперь, значит, для чего нам, в принципе, нужна была вся рандомизация, кроме базисов и альфы, ну, вот, пи и дельта. Они играют такую роль, что теперь, на самом деле, у нас не к матриц нам нужно преобразовывать, ну, что нам нужно сохранять этим преобразованием не к матриц, а нам нужно сохранять только вот такую штуку, сколько раз встречается какое-то значение, ну, каждое из значений. Спи, кот. Спи, кот. Так, я держу. Я держу. Я держу. Ой. Угу. Ты играешь с капом, я... Ой, блин, у меня был не выключен звук, да, и это записалось на видео. Присоедините, пожалуйста. Да. Да. Ничего страшного. Да. Вот. Нам важна только вот эта вот штука, сколько раз встречается каждая строчка. Ну, собственно, только ради этого мы хворили все матрицы, поэтому нам не важно каждая индивидуальная матрица. И поэтому мы перемешивались со строчки, теперь нам не важно положение строчки, а важно только сколько раз встречается какое-то значение. Вот. Отсюда берутся кубики, значит, мы просто говорим, что у нас вот такой вот, что у нас на каждой точке вот этого вот пространства 0.1 степени L у нас написано число 0.1 и 2. Вот. Ну, и давайте теперь следить за тем, как выглядят кубики, соответствующие разным битам disjoint. То есть вот у нас к каждому биту disjoint у него есть вот фиксированные начальные биты, которые соответствуют, ну, вот тому, что вот мы взяли какой-то вектор из, там, пана первых L векторов нашего батиса случайного и, ну, и добавили к нему вот какое-то, ну, оставшееся пространство. Ага. То есть у нас получается, что вот для каждого бита у нас есть своя, свое место вот в пространстве размерности L минус K, ну, и на нем как бы натянута, ну, не знаю, оставшееся пространство. Ага. Я забыл правильное название, правильное название этого, ну, в общем, понятное, то есть пространство из оставшихся векторов в базе, которые мы не стратили на вот так что. Вот. Значит, тогда, так, давайте я буду использовать красный, значит, у нас вот этот, каждому биту disjoint, если он хороший, то это просто такой кубик, на котором чистоте зелененькие единички. Если он плохой, то на нем написано, что у нас, ну, вот, получается так, то есть благодаря тому, что мы там заделали такую конструкцию с этими словами, у нас получается, что у нас в одной плоскости двойки, ну, пусть будет в этой, я не помню, что такое, а в другой плоскости нули. Ну, в принципе, мы там можем сделать и так, и так, и там будет удобнее. Вот. И у нас есть еще кубик, который относится к фейковым строчкам, которые мы сами добавили. Ну, мы каждую добавили по два раза. Да, да, все равно один. Будет, да, кубик из двоих. Вот. Значит, и теперь мы, вот, ну, для чего мы все это делали, нам нужно не преобразовывать вот все эти альфа, пи, дельта, гамма, нам достаточно преобразовать только базис и преобразовать гамма. То есть мы сделаем следующее, преобразуем, ну, в смысле, нам нужно сохранять, да, нам, во-первых, нужно сохранять не все альфа матрицы, а только вот эту функцию, чтобы у нас просто рассказка вот этого вот кубика сохранилась. И нам нужно поменять, ну, и нам достаточно менять только гамма и базис для этого. Вот. Ну, и там гамма, я сразу скажу, что гамма у нас поменяется только в двух точках. В точке Z, которая относится, ну, давайте, точка W, которая относится к нашему фейковому кубику. И точка Z, которая относится к этому битву дисджоинт, который вот как раз казался плохим. Ага. Вот. Ну, теперь, значит, у нас есть два случая того, как мы будем делать наше преобразование. То есть вот первый случай, он относится к тому, что у нас зеленая точка, то есть F, который вот в значение наших совпадающих строчек попало в плоскость двоек, либо она попала в плоскость этих ноликов. Сейчас, как оно может попасть в плоскость ноликов вообще, если она должна быть двойкой, если она совпадающая? Не-не, у нас совпадает... Сейчас. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Сейчас. Подумаем. Да, она всегда в плоскости двоек, конечно. Угу. Но вопрос в том, оно... Угу. Распадает ли оно, видимо, с точкой Z или нет? Ну, в смысле, лежит ли... Лежит ли оно вот в этой штуке? Сейчас я подумаю чуть-чуть и пойму. Хорошо. Да, конечно, мы должны лежать в плоскости двоек. И что нам надо сделать? Нам нужно так преобразовать наши... Да, давайте я сделаю... Давайте... А, да, мне кажется, что проблема в том, что я стал рисовать трехмерные кубики. На самом деле, видимо, проще рисовать двухмерные кубики. Ну, потому что... Ну, потому что, да, все будет, наверное, понятнее. Потому что у нас есть... Ну, все еще две плоскости. Да, и тут будет как-то, наверное, нагряднее, да. Вот, значит, у нас есть такие кубики. И у нас есть здесь плоскость двоек и плоскость ноликов. И здесь у нас все двойки. Вот. И у нас попалась какая-то строчка. Она либо вот здесь, либо это вот эта строчка, либо это вот эта строчка. Ну, это значение. Вот. Тогда, значит, как мы меняем базис? Мы говорим, что давайте теперь, если у нас это была вот эта зеленая точка, то есть которая прям совпадала с... Ой, все, я все перепутал и поэтому запутался. Да, конечно. Так. Вот. Она находится не наша точка, которая плохая. Она плохая, поэтому она находится в фейковом кубике. Вот. Поэтому она находится здесь. Либо, ну, то есть в одной из этих четырех точек. То есть совпадающее значение – это то, которое мы с вами добавили. То есть там полностью кубик совпадает с тысячи двоек. И у нас есть наш желанный кубик, который не полностью без двоек, и нам нужно поместить нашу вот эту зеленую точку вот в кубик, который, ну, теперь это квадратик, который не полностью без двоек. С помощью смены базиса. То есть вот у нас есть вот этот теперь будет золотой вектор, который хорош тем, что он отделяет двойки от ноликов в нашем кубике z. Вот. И мы находимся в кубике w. Вот. Тогда что мы сделаем? Мы возьмем, и если у нас вот эта зеленая точка оказалась вот здесь, вот, ну, там, где она сейчас нарисована, то мы просто этот золотой вектор повернем вот так вот сюда. Вот. Тогда у нас получится, что вот наш кубик, который соответствует w, он перестанет быть полностью настоящим из двоек, он как раз будет похож на кубик, ну, вот, на вот кубик, который соответствует битву дисджоинту. И дальше мы просто, значит, скажем, что окей, теперь w, в смысле теперь гамма от i, битопересечения, будет равно w, а гамма от звездочки, то есть наше фейковое, как бы, вот, место фейкового кубика, оно теперь будет равно z. И сменой вот этого вектора бальца, то есть мы к нему практически просто прибавили z плюс w, тогда кубик, который вот здесь живет, вот, фейковый кубик, я уже нарисую его красным, что ли. Понятно, что он фейковый. Ну, если мы прибавим к нему z плюс w, из-за того, что это как бы над полем 2, f в 2 простанство, у нас получится, что фейковый кубик теперь выглядит так. Как я нарисовал. Ну, и это будет все наше преобразование альфа. И вот то, почему нужно два преобразования, потому что это использует то, что у нас зеленая точка оказалась вот где-то здесь. То есть она, в ее разложении на базе не было золотого вектора. То есть если она окажется на верхнем этаже, у нас так не получится. То есть если она оказывается на верхнем этаже, то вот такая смена базиса нам не очень помогает, потому что у нас все еще остается в фейковом кубике наша зеленая точка. Ну, с этим можно побороться, просто взяв немножко другую замену базиса, теперь у нас новый не фейковый кубик будет вот такой вот, а новый фейковый будет вот такой вот. Ну, понятно, то есть теперь у нас получается, что нам нужно просто сказать, что вот у нас новое, как бы, W, оно будет вот здесь, а Z штрих, оно будет, видимо, не знаю, ну, где-то, например, здесь. Вот, ну вот таким способом, и это будет наше преобразование бета, там мы правильным образом сменяем бать, правильным образом сменяем гамма, и у нас все получится. Ну, на самом деле, вот здесь у нас есть некоторые сложности с тем, что у нас не всегда такое возможно, то есть, ну, даже не то, что не всегда такое возможно, но иногда это почему-то сложно сделать при некоторых разложениях в базис Z и W, но мы говорим, что, ну, такие, поскольку у нас все случайное, такие разложения по базису, они резкие, поэтому забьем их. Вот, и вот это то, что я рисовал, что у нас здесь есть суперкрасная зона в бет, то есть мы игнорируем, там, какие-то неудачные сечения аптейрис, которые редко происходят, когда он не удается, так, ну, таким образом поменять базис, чтобы у нас все хорошо. Вот. Ну, и вот, то есть, поэтому нам нужно два преобразования, потому что если мы делаем просто преобразование альфа, которое вот так меняет базис, и у нас зеленая точка оказывается, ну, она как бы после нашего преобразования все еще оказывается в фейковом кубе, нам это не очень помогает, поэтому нам нужно, ну, сделать так, чтобы по второму нашему преобразованию такие точки все-таки оказывались в хорошем кубе. И поэтому у нас нужно два преобразования, и вот из-за этого у нас иногда возникает проблема. Вот. Ну, на высоком уровне понятно. Видимо, не на высоком распираться. Ну, на самом деле, на самом деле, тут нет ничего глубокого, просто там, ну, просто нужно аккуратно как бы понять, как базис менять куча. Угу. Окей. То есть, это не то, что я там все доказательства упустил, там, просто техника. Вот. Хорошо. Ну, кстати, вот у меня, у меня не было до конца очевидно, что все сойдет. Алло? Что еще раз? Ну, мне вот не было очевидно, что все сойдется до конца. Особенно эти самые... Ну, конструкция матриц вообще удивительна, что сошлась. Да, конструкция матрица действительно удивительная, но, я не знаю, мне кажется, доказательство, что оно как-то не дает, ну, то есть, по доказательству кажется, ну, окей, типа, молодцы построили, то есть, нет... Да, действительно, довольно забавно, что они существуют, но кажется, что, типа, нельзя сказать, что мы выявили какой-то супер-супер общий закон. То есть, какие-то странные матрицы получили. Ну, да. Вот, ну, видимо, у меня все. Ну, да, дальше-дальше. Да. Ну, сейчас меня слышно. Да. Да, ну, нет, там еще можно, конечно, сказать сведение, как ксорг, не ксорг случился, но Анастасия его знает, разве что только телезрители не знают. Ну, да, зрители нашего канала, к сожалению, вы можете подписаться на наш пейтрион. И там мы выложим видео, в котором будет доказано. Я думаю, что смотреть это видео будет только Петр, который тоже знает. Ну, придется ему... Ну, черт. Да, да. Лучше выбираем. Я оставлю трансляцию. Подписывайтесь, ставьте лайк.